МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем уникальность детсада? Мечты сбываются. Игроки хоккейного клуба «Вобрусь в два» исполнили желание мальчика. Сколько еще малышей стали чуточку счастливей. Дед Мороз спасатель или дети найдите подвох? На елочку лучше всего повесить красивые петарды. Сотрудники МЧС подготовили ребят к зимним каникулам, что стоит помнить. А также рождественский сочельник, осторожно мошенники и шанс на материнство. В РНПЦ мать и дитя за счет бюджета проведут тысячу циклов ЭКО. Насколько действенна процедура? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бобрусь продолжает развиваться. Сегодня в объективе камер – социальная сфера. В 7-м микроорайоне открылся долгожданный детский сад. Здесь есть спортивные, музыкальные и гимнастические залы. И это еще не все. Объект оснащен по последнему слову техники. Все подробности у Максима Кембеля. Детский сад в 7-м микрорайоне – долгожданный подарок для всех. Взрослых и малышей. Аналогов ему нет во всем городе. Строителям понадобилось всего лишь 10 месяцев, чтобы возвести сооружение. Это новогодний подарок для местных жителей. Детский сад – это домик для ребят. Это домик для души. Перед тем, как зайти внутрь нового сада, мэр Бобруськ Александр Студнев поздравляет всех с новым и таким нужным социальным объектом. После всех формальностей – долгожданный момент. Перерезание красной ленты. Но перед этим гости вручают руководству сертификаты на игровое и спортивное оборудование. Чтобы понять всю уникальность объекта, необходимо лично все увидеть. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь – более 2000 квадратных метров. Экскурсию для гостей проводит личный хозяин, он же воспитанник старшей группы, пятилетний Даниила Малошонок. Рядом заместитель заведующего учреждения дошкольного образования Елена Капустина в качестве помощницы юному экскурсоводу. Теперь, что касается непосредственно садика. Первый этаж займут четыре группы – две ясельные и столько же младших. Детсадов сам постарше отведен второй, самый старшим – третий. Итого 13 групп. Ребята уже обжились и называют сад не иначе, как родным домом. Расскажи, как тебе садик? Хороший. А что тебе нравится в нем? Дети. А как тебе воспитатели? Нравится? Да. Хорошие? Да. В каждой группе по телевизору мебель бобруйского производства «Фандук». Этажи между собой связывают два лифта. Для комфорта установлены кондиционеры. Поэтому и работать в таких условиях одно удовольствие признаются воспитатели. Многих, к слову, сами мамы и не просто, а многодетные. Очень хороший детский сад. Много всякого нового оборудования. И мы очень рады, что у нас в районе появился такой детский сад. Детки все замечательные. Все с удовольствием ходят. Сад, персонал очень хороший, дружный коллектив. Ну, какая техника у вас, помощь для развития ребят? Помощь для развития детей. Все яркое, красочное. Много игрушек. Телевизор очень помогает нам и на занятиях. Ну, вы сами многодетная мама, да? Я сама многодетная мама. Двое деток у меня проходит в этот сад. Есть в садике комната для секций, музыкально-гимнастические и спортивные залы. Многие уже начинающие спортсмены, например, прекрасно владеют мячом. А ты умеешь играть в футбол? Нет. Можешь нам показать? Покажи нам, пожалуйста. Давай! Молодец! Давай начинаем, зайдите, попробуй. Садик круглосуточно находится под контролем. Здесь внедрена система видеонаблюдения. 24 камеры в помещении и снаружи. К слову, как вести правильный образ жизни, ребятам рассказывают работники МЧС. В специальной комнате малыши с любимыми мультяшными героями учатся правилам безопасного поведения. В 84-м саду созданы все условия для гармоничного развития, подчеркивает мэр Александр Суньев. Да и место строки выбрано не случайно. Согласно последней переписи населения, в 7-м проживает 413 многодетных семей. Благодаря именно поддержке нашего президента, мы заложили хороший фундамент и на 2021 год. Буквально здесь в шаговой доступности строится новая школа на 1020 мест с бассейном. Строится еще новый детский сад на 240 мест тоже с бассейном. Я хочу сказать, что вот именно наш здесь новый микрорайон, а здесь в любом случае и пятый, и шестой микрорайон к нему примыкает, говорит о том, что на самом деле мы создаем комфортные условия для наших горожан. Они должны с уверенностью понимать, что государство и исполнительная власть заботятся о наших жителях, о нашем населении. Плавать тоже научат бассейн 10 на 15 метров. Попасть в него можно через галерею. Заниматься здесь могут все и ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них специальное оборудование – подъемник. Малыш садится в кресло, его поворачивают к воде и с помощью пульта спускают. Работать в этих условиях шикарно. Просто приходишь каждый день на работу и наслаждаешься. Просто наслаждаешься, потому что все под руками, все очень современное, очень многофункциональное. И здесь только дерзать, только развиваться и только творить в этих условиях педагогу возможно. Все подарки в эти предновогодние дни тесно переплетаются с марафоном «Добрых дел» – акции «Наши дети». В четверг не только открыли прекрасный детский сад, но и навестили многодетную семью Парфеновых. В гости приехали председатели Бобруйского горысполкома Александр Стунев и заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Как прошла встреча и что подарили друг другу друзья? Все подробности смотрите уже в это воскресенье в 20.30 на нашем телеканале. В Беларуси выздоровели выписаны 159 437 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 181 113 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 854 965 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Прививки от COVID-19 уже сделали более 2 700 000 человек. Это стало началом крупнейшей в истории кампании по вакцинации. Препарат уже вводят в США, Великобритании, Израиле и Канаде. В частности, только в Соединенных Штатах первые из двух уколов сделали свыше миллиона жителей. Первый этап вакцинации также прошли 500 000 человек из Великобритании. В Израиле и Канаде таких людей существенно меньше. Также учитывается статистика прививок в России и Китае. Сегодня, как сообщается, вакцины от коронавируса отправили во все страны Евросоюза. Поздравление президента, праздничная атмосфера и современный самолет «Белавия» получила первое воздушное судно нового поколения. В чем его уникальность? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент поздравил христиан Беларуси, которые празднуют Рождество 25 декабря. Александр Лукашенко подчеркнул, что христианские ценности в стране давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей. Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. В РНПЦ «Мать и дитя» в 2021 году за счет бюджета проведут 1000 циклов ЭКО. В этом году результативность процедуры достаточно высокая – более 43%. Бесплатно сделать попытку ЭКО можно будет исключительно семейным парам, в которых оба супруга – граждане Беларуси, и возраст жены не превышает 40 лет. В период новогодних распродаж в стране участились случаи хищения денег с банковских карт. Злоумышленники звонят через мессенджеры, чаще всего используют Вайбер. Представляются сотрудниками банков и под разными предлогами узнают нужные реквизиты. Человека просят сообщить номер карты, имя владельца, срок действия, код безопасности, размещенный на обратной стороне карты. Получив информацию, мошенники сразу же переводят все деньги на свои счета. Белавиа получила первое воздушное судно нового поколения Embraer Е195Е2. Отличается он от нынешних самолетов своей экономичностью. Увеличенное крыло и новые двигатели позволяют снижать расход топлива на почти 25,5% из расчета на одно пассажирское место. Также самолет самый тихий и экологичный в своем классе. Белавиа стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных суднах Embraer второго поколения. Оно рассчитано на перевозку 125 пассажиров в двухклассной компоновке. В Беларуси снова разрешили продажи бенгальских огней и хлопушек. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совмина. В августе этого года правительство запретило торговлю всей пиротехникой. Теперь же ограничение не будет распространяться на бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня. Столь очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бабруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Время добра и подарков хоккеисты Бабруйск-2 навестили детей из социального приюта. Игроки перевоплотились в Дедов Морозов и пообщались с местными ребятами. Сегодня в учреждении находится 24 ребенка, от 3 до 18. Дети не остались в долгу и подготовили стихи. После каждый получил подарок. А 15-летнему Владу Шепелевичу повезло вдвойне. Хоккеисты исполнили мечту мальчика – подарили ему команду «Джерси». У меня была мечта, что каждая команда, за которую я болею, мальку иметь или что-нибудь. Мечта сбылась. Очень сильно приятно. Мальчиком знаем, что мечтой живет. Подарили ему мальчику, чтобы он дальше жил и не переставал жить. Ну, чтобы получилось у него все. Хотели бы, чтобы так было. В любом случае дарить добро. Ну, так вот, ребятам в жизни пришлось. Мы их порадуем. Но они счастливы. Завершилась встреча хороводом вокруг елки, а также фотосессии, во время которой каждый юный болельщик смог взять автограф у любимого хоккеиста. Дед Мороз тоже за безопасность. Бобруйские спасатели в преддверии зимних каникул проводят онлайн занятия с учащимися города. По средствам программы ЗОМ работники МЧС напоминают детям о главных опасностях зимнего периода. Начиная от игры на льду, заканчивая баловством со спичками. И объясняют, как их избежать. Школьникам предстояло понять, что из слов Деда Мороза спасателя правильно, а что нет. Значит, на елочку сначала нужно повесить свечки с огоньками. Нет? Ладно. На елочку лучше всего повесить красивые петарды. Так, опять нет. Проверить знания ребят помогает интерактивная игра «Шаги спасения». Виртуальное общение проходит в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год». Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok